В течение года к нам в редакцию поступали просьбы о помощи от горожан. Люди нуждались в материальной помощи. Проблемные вопросы включали в себя перебои с электричеством, инфраструктурой и ЖКХ. О самых насущных расскажет моя коллега Салтанат Нургалеева. В еженедельной рубрике Мейра Микенема рассказывали истории взрослых и детей, которые нуждались в деньгах для срочной операции и обследований. Мы указывали их реквизиты, и неравнодушные люди оказывали им помощь. Одной из героинь была Асель Жакопек. 7 декабря женщине с почечной недостаточностью успешно провели операцию по пересадке почки. Открыли сбор, очень долго мучились, не зная, что делать. Спасибо большое вашей программе, Мейра Микене. Нужны были 10 миллионов, и их удалось собрать. Очень вам благодарна. Спасибо поддержке народа. В целом поднимались вопросы порядка 40 героев. Наши корреспонденты выслушали историю каждого. Успешно решались и социальные вопросы. Перебои с электричеством, отсутствие воды и проблемы с инфраструктурой. А в октябре решился вопрос в поселке Жибек-Жолэл Матинской области. Там местные жители были вынуждены вводить детей в школу в обход. Через время проблему с дорогой устранили, а улицу вновь ввели в эксплуатацию. А этой зимой мы помогли многодетной матери-одиночке. У жительницы села Сарабайби и Козовике запросили баснословную сумму за подключение голубого топлива. В итоге, после нашего вмешательства, обе стороны пришли к компромиссу. Мы также поспособствовали открытию первого реабилитационного центра для детей-аутистов в Конаеве. Хотелось бы поблагодарить Дамира Анитова с Алматы телевидения. Мы в этом году открывали центр для детей-аутистов и очень долго затягивалось все. После интервью с Дамиром Анитовым за 2-3 дня решился вопрос. Корреспонденты телеканала Алматы стараются осветить проблемы жителей, чтобы помочь найти пути их решения.